Друзья-музыканты, сейчас я расскажу про строй обертоновой флейты. Здесь я не буду рассказывать, что такое обертоновый звукоряд, что такое обертоновая флейта. Я уже предположу, что вы уже знаете, что это такое. Если кто не знает, сходите в мастерскую Антплат в паблик ВКонтакте или на мой канал на Ютубе. Там очень много обертоновых флейт, как они играют, все это можно услышать. Сейчас я максимально кратко постараюсь рассказать про звукоряд, потому что мне поступало уже очень много просьб именно рассказать подробно, как звукоряд устроен. Потому что поначалу все мы воспринимаем обертоновую флейту как перкуссионно-мелодический инструмент, на котором очень легко что-нибудь насвистывать. Вот. Но, конечно, это мелодический инструмент с вполне конкретным звукорядом, и даже есть ноты для него. Я сам когда-то разучивал по нотам скандинавские традиционные мелодии. Значит, звукоряд. Сегодня мы на примере селифлета, на примере обертоновой флейты в до мы рассмотрим звукоряд. И все ноточки у нас тоже как бы записаны в до. Вот. Что означают эти нотки? Значит, красные ноты... Нет, вру. Да, красные и открытые, незакрашенные ноты — это ноты на открытом отверстии, и вот эти зелено-черные закрашенные ноты — это ноты закрытого отверстия. Значит, звукоряд начинается с очень низких нот, с самых низких — это ноты условно нулевого или, может, первого обертона, первого регистра, которые, как правило, на обычных обертоновых флейтах, более-менее сбалансированных, эти ноты не очень используются, так как они находятся немножко вне громкосного звукоряда, они довольно тихо звучат. Это у нас самая базовая до-соль, то есть до-открытая, соль-закрытая. Вот они, я их отчертил тактовой чертой здесь, вот, и мы их как бы немножко не учитываем. Они есть, на некоторых обертоновых флейтах они могут звучать, это зависит от параметров флейты, но если у вас громко хорошо звучат вот эти вот две до-соль, значит, у вас, скорее всего, верхний регистр, с выдуванием его будут проблемы. Это будет или не музыкально, или очень сильно надо будет дуть, или его не будет в принципе. Так что не отвлекаемся тогда на эти ноты. И вот начинается вполне себе музыкальный звукоряд, он начинается от ноты до. Вот она до, с которой начинается более-менее музыкальный звукоряд. Если не ошибаюсь, это у нас до второй октавы. Второй октавы, которая у нас, ну да, вот у нас ля 440 герц, и до, вот она где-то там рядом. И вот с нее уже начинается более-менее музыкальный звукоряд. И вот дальше мы зажимаем наше отверстие и получаем ноту ми при закрытом отверстии. Этот звукоряд все еще, в принципе, довольно трудно берется. Вот, самый ходовой звукоряд у нас еще впереди. Вот, и после у нас на открытом отверстии нота соль у нас получается мажорный аккорд. Пам-пам-пам. Буквально всеми любимый до-мажор. До-ми-соль. До-соль открытый, ми закрытая. Вот. А дальше уже начинается вполне себе такой рабочий звукоряд. У нас на закрытый идет си-бемоль. И на открытой до, ну, условной второй октавы нашей. Ну, на самом деле уже третий. И вот от этой до, от этой до уже начинается такой прям серьезный звукоряд, на котором, в принципе, ну, можно уже играть. Он такой довольно плотненький тут. До-ре-ми-фа-ди-соль. И вниз еще у нас есть си-бемоль и соль. И уже на этом звукоряде, даже не знаю, как этот лад назвать, я его всегда называл селефлетным. Вот. Он имеет признаки миксолидийского лада. И благодаря фа-диезу, как его, лидийского, если я не ошибаюсь. Вот. И, значит, какие его характерные особенности? От этой до у нас идет до-ре-ми-фа-диез-соль. При этом надо обратить внимание, что ре достаточно сильно завышена. Ми занижена, но ровно настолько, чтобы быть хорошей ми. Той самой в натуральном строю. Ми, я не помню, насколько-то центов она у нас занижена. Это большая терция, которая вот чистая терция от нашей ноты дат. Вот. Потом идет фа-диез, и он тоже довольно сильно занижен, этот фа-диез. Ну, а занижены, завышены, это я сейчас говорю, естественно, относительно равномерно темперированного строя. Если это кому-то о чем-то говорит. И вот мы приехали в соль. И вот у нас уже есть пентахорд от до до соль, который, правда, с фа-диезом. Если мы хотим получить какой-то не сильно такой перченый звукоряд, ну, фа-диез мы можем, допустим, пропустить. Вполне себе это до си бемоль соль. Вполне себе уже вот от соль и до соль у нас уже вполне себе хороший такой звукорядик получается, на котором можно играть вполне конкретные мелодии. И даже сейчас я какой-то вальсик вспомню. Вот. Ну, на них уже, конечно, ла, если лезут, то в качестве каких-то уже таких, ну, кульминационных моментов. Вот. У нас идет дальше ля, довольно сильно тоже низкая. Это ля примерно настолько же, насколько это ми. Хотя нет, сильнее, да. Вот. Потом идет си бемоль и си бекар. Си бемоль на открытой, си бекар на закрытой. И идет верхнее до, самое верхнее. Вот она. Вот. В принципе, есть ноты и выше. Но они уже, возможно, слишком кричащие. И не всякий силифлет у вас даже дойдет и до этого, допустим, си бемоля. В общем, что я вам посоветую. В своих, значит, не знаю, импровизациях, в своем мелодизме будьте в рамках, если у вас такой добротная бертоновая флейта, будьте в рамках от вот этой соль. У вас есть главное ваше до и вот до этой соль. Сюда тоже на этот можно лазить, но там уже, конечно, контроль звукоряда довольно сложный. Вот. Но, в принципе, этому можно научиться, да. Вполне почему бы нет. И в целом, если вы обратите внимание, бертоновый ряд так устроен, что чем ниже у нас интервалы шире, в центре вот в этой октавке они у нас ровно столько, чтобы быть диатоническим звукорядом. А здесь уже практически в этой части от соль до до идет практически даже хроматика. То есть соль, ля, си бемоль, си бекар, до. Вот. Можно и выше. Ну, это уже не очень музыкально. Это уже, конечно, такое. Ну, или нужен очень специфический инструмент с очень специфическими параметрами. Поэтому, друзья мои, вот вам главный пентахорд. Правда, не очень привычный с фа диезом. До, ре, ми, фа, диез, соль. Чуть-чуть еще у нас есть ля. Можно скакнуть на до. Си бемольчик здесь у нас хороший есть. Вот. И вниз у нас от нашей центральной до. Наверное, это все-таки очень важная нота. Вот. Это прям важная нота. Вот это до, вокруг которой, ну, на нее надо опираться. Вот. И вниз у нас еще есть до, си бемоль, соль. Можно еще ми, до, вниз, но они уже довольно тоже негромкие получаются. Си бемольчик. Вот. Здесь у нас получается па-па-па-па-па-па. Такой септакордик. Вот. В нижней части нашего рабочего диапазона пентакордик прям хорошего рабочего диапазона. И верхний дополнительный такой диапазон. Пользуйтесь, наслаждайтесь. Возможно, еще придумаю какие-то видео про Абертоновые флейты. Есть разные идеи. Как, допустим, минорчик играть на Абертоновой флейте. Всех благ. Пишите ваши комментарии, ругательства и аплодисменты.